Я нашла тебя, охотник. Ага. Привет, с вами Витёк, это карьерист. На днюхе, на вписке можно сказать карьерист. Продолжаем играть, я писайка. Меня перехватили в моём походе с кладбища в офис. Заставили идти в столовку и надувать шарики. Ну или что-то типа такого. Мы здесь остановились с вами в прошлый раз. Сейчас я быстренько перепрошёл сюда до этого места. Заняло буквально 3-4 минутки. Собственно, давайте поболтаем со всеми, да? Что ты тут делаешь, Чепмен? Ты имеешь в виду этой сельской вечеринки? Ну, если честно, без понятия. Я натолкнулся на толстяка в лихте, и он пригласил меня на свою вечеринку в честь дня рождения. Это казалось неплохой идеей до того, как я попал сюда. Почему люди работают, где коктейли и наркота? Предполагалось, что здесь будет вечеринка, не? Она ещё не началась. Мы всё ещё готовимся к ней. Знаешь, перед празднованием надо поработать. И всё подготовить. Я не знаю, о чём ты говоришь. Я думаю, что я посвящу свои старания в Плиртус той сексапильной рыженькой. Она смотрела меня с того момента, как я пришёл. Ха, как нагло. Мылоун. Ха, я не знаю. Если ты не узнаешь, если что, ты абсолютно прав. Дерзай. Мне не нужно твоё разрешение, деревянщина. Ну давай, иди, чё ты. Так, это стандартные черти какие-то. С этой болтал. О, подарки. Ну когда полутаем? Здесь лежат десятки подарков. Похоже, что у Хьюга очень много друзей. А чё это за треугольнички лежат? Грузик с крюком. Пастернак, тебя тоже похитили? Да, но я не могу остаться здесь ради дня рождения. Мне надо вернуться в офис. Что, почему? О, у тебя есть новая информация о... Верно. О, скажи мне, скажи. Оказывается, что у семьи Синтра была дочь. Рей Синтра. Это имя звучит знакомо. Девушка умерла, не так ли? Это отличный вопрос. Я был в семейном мавзолее, и её могила пуста. Я думаю, что она ключ к пониманию всей ситуации. Ну ты дурак, а если она ведьма? Откверняешь могилу в рабочее время? Брайан, ты мой герой. А где её смех вот этот классный? Можешь на меня положиться? Как я могу тебе помочь? Мне надо вернуться в офис. Может, ты можешь отречь Ростову? Хм, я придумаю что-нибудь по шпионю. А пока мы должны притворяться, что всё ещё работаем. И как мне это сделать? Пастернак! Я закончил надувать шары. Не мог бы ты их развесить? Конечно. А, видать, вот эти грузики надо развешивать. Размести их на розовых предисталах, которые находятся по всей столовой. Я тебя понял. А, то, что мне ещё вот так вот через инвентарь это надо делать. Жесть какая. Чё такое? Ой, ой, упс. Нет, нет, нет. Ты в порядке, дорогая? Я совершенно забыла. Я оставила подарок в своём офисе. Но они все здесь, на столе. Ой, точно. Но это был особый подарок, который я купила сама. Тогда забери его быстрее. Мне понадобится помощь, чтобы донести его. Так как он весит 400 фунтов. Мистер Пастернак, может вы поможете мне? Так как вы такой мускулистый. Да, конечно, без проблем. Стоять! Лучше я пойду с тобой. Пастернак занят шариками. О нет. Теперь я вспомнила, что подарка не существует. Понятно. Ха, ничего не получилось. А где-то ещё должен быть грузик. Во, а чё так далеко-то? Я закончил со стаканами. А может кто-нибудь их расставить? Я иду. Господи, боже мой. Где? Шесть стаканов. Поставь их на большой стол, пока я готовлю тарелки. Большой стол. Ага. А можно сразу все шесть поставить? О, великолепно. Странно, вроде бы шесть стаканов. Я уже... А! Ну нормально, она помыла шесть стаканов, но я поставил десять. Я закончил с тарелками, Брайан. Иду. Брайан, это твое имя, Пастернак? Да, в пригороде всегда используются первые имена. О, меня зовут Ирина. Ух ты, прикольно. Ирка. Мне сказали, нужно запоминать их имена. Как мило. Я Катерина Хиггс. Чего? Ты же Кейт. Но ты можешь звать меня Кейт. Чё за Катерина Хиггс? Катерина Хиггс. Марта. Марта Соса. Марта Соса. А я Дженна. И я Стрелец. Дженна Стрелец. Я тебя запомню. У ржих нет дыши, кричат. Да сейчас, конечно. А что это? Цельская жизнь? Как тебя зовут, Чепман? Энтони. Как моего отца? В семье меня все зовут Тони Младшим. Тони Старк. Энтони. Чепман. Ну, я... Отлично. Довольно разговоров. Кьюга идет. А мы еще не закончили с приготовлениями. Он тоже хотел представить. Давай тарелки свои сюда. О, 10 тарелок. Может тоже 10 стаканов было, я просто не расглядел. Ой-ой. И сладости со свечками наверху. Торт? Точно. Так как ты много знаешь о тортах, Пастернак, не мог бы ты принести торт, пожалуйста? В этом нет нужды. Все под контролем. Понятно. Ладно, видимо я останусь здесь до конца. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Хорошо, что я сразу по 5 штук могу ставить. Прикиньте, нужно было бы каждую поставить. Я бы охренел. Тебе придется приготовить сэндвич с сыром, Пастернак. Подойди, я покажу тебе как. Окей. Псс. Ты о чем-то думаешь? Я проанализировал ситуацию, и наш злейший враг здесь это Ростова. Я использую свои социальные навыки, чтобы отвлечь ее, и ты сможешь сбежать. Отличная идея. Сейчас посмотрим на ее социальные навыки. Дорогая подруга и коллега Ростова. Такой кирпич. Я слышала, что ты любишь покушать. Кто тебе такое сказал? Они назвали меня обжорой? Нет, 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 нет. Я имела в виду, в компании твоя еда знаменита тем, что она аппетитная и вкусная. Ты не могла бы мне записать рецепт для курицы с рыбой? А, конечно. Это потому, что я использую традиционные рецепты. Подойди сюда, и я дам тебе пару советов. Ты определенно не так питаешься. О, нормально, валим. Мой шанс. Давай, 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 спускайся. Ой, извини. Какое-то это... Че, в первый раз вижу чувака, мистер спейдер. Спейдер, спайдер. Паук. Может быть, это он ведьма? Здравствуйте все. Я надеюсь, что я не опоздал. Торт! Ха-ха, вы пришли вовремя, спейдер. Поставьте его на стол. Пастернак, я слежу за тобой. Кхм. Он че, метросексуал? Ха-ха. Что ж, чем я могу помочь? Нам надо сделать сэндвичи, сыром и пунш. Но почти не осталось времени. Хьюга может прийти в любую минуту. Тогда за работу. Эй, я тоже хочу помочь. Здравствуйте, мистер спейдер. Меня зовут Чепман. Я сын Тони Чепмана. Я не знаю, если... Рад встрече. Так, как насчет того, чтобы мы начали готовить пунш и сэндвичи? Ей, моляться, извини, я не знаю твое имя. Не поможешь нам? Я? Конечно, он говорит с тобой. Неси сюда свой вонючий зад и поработай немного, ленивый засранец. Чепман, прошу. Не надо так выражаться. Мы все здесь партнеры. Ты прав. Мои искренние извинения, Пастернак. Как насчет того, чтобы я сделал пунш, а вы вдвоем займетесь сэндвичами? Какая великолепная идея. Эй, дорогой друг, не подскажешь ли ты, как готовить сэндвичи? Вы кладете ингредиенты и нажимаете кнопку. А где ингредиенты? Сыр в холодильнике. А хлеб можно найти на одном из столов. А где хлеб-то? Я жду партнер. Ну, сыр, ладно, в холодильнике. Я уже тырил его оттуда. Ух, 10 ломтиков сыра. О, вот хлеб. 20 лен. А можно я все это сожру? Ха-ха, ну-ка, погоди. А, куда? Где? Обманули. Ха-ха-ха. Нет, не может быть. Ну, так нечестно. Ха-ха, я так хотел все сожрать. Ну, а что она не делается-то? Вот ингредиенты. Отлично, смотри на шефа, заработай. Сейчас у нее все сгорит, смотри. Готово, вот они. Разве они не пахнут великолепно? Вы получили несколько горелых сэндвичей с сыром. Они все горелые. Ммм. Вот этот жест великолепный. Это мой персональный штрих. Поставь их на стол быстро. Хьюга скоро появится. Бегу. Быстро на стол. Девы. Тыш-тыш-тыш-тыш-тыш. А, еще с той стороны надо, да? А мне же их должно было... А, их 10. Все, нормально. Сейчас Хьюга. Ой-ой-ой, почти все. Включайте свет. Выключайте свет. Эй. Есть здесь кто? С днем рождения тебя. Что? Ой, спасибо, друзья, вы лучшие. Давайте начнем вечеринку. Торт очень вкусный. Ты пробовал его? Эй, Ростово, мне надо уйти. Делай что хочешь. Я уже помог и был здесь достаточно долго. Я думаю, что могу уйти, нет? Тебе не надо ничего объяснять, мне, дорогой. Если ты хочешь поддержать коллегу. О! Душирак, здорово. Души, Души, Души. А, че не таково? Ха-ха. Выключи свет и готовься попасть в Нирвану. Опа. Ты, ты, ты. Дискач? Ха-ха. Давай, давай. Ха-ха. Да ладно. Ха-ха. 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 Там чел, смотри, футболку снял. Ха-ха. 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 Все держало тебя раньше. Я знаю, что первый рабочий опыт может быть не таким хорошим, как мы могли подумать. И ты прав. Будет лучше уволиться и пойти в другую компанию, но я не могу даже подумать о том, чтобы сдаться на первом препятствии. Все в порядке, я прекрасно это понимаю. Нет, Брайан. Да, это происходит. Что? Ты мне помог, хотя только меня встретил. Это не является нормой в большом городе. В наши дни очень сложно найти того, кто думает не только о себе. Ты так же помогла мне? Неправда. Я только доставил тебе неприятностей. Я тебе говорю, я серьезен. Без твоих способностей скрываться я бы не протянул долго. Действительно, он до этого не мог додуматься, что можно в шкафу прятаться и по столу. Блин, тоже меня нашли охотника на ведьму, а? И правда в том, что когда я тебе помогаю, то так же решаю проблемы со своей работой. Правда? Кстати, ты никогда не говорил мне, кем ты работаешь в компании. Могу ли я тебе чем-нибудь помочь? Ну, я мало что делаю, обычная работа в офисе, сама знаешь. Я тебе не могу ни с чем помочь? Ну, есть одна вещь, которую мне надо сделать. А, забудь, это глупо. Нет, скажи мне, скажи. Помнишь того безумца на лошади? Да, конечно. Он типа консультанта по мотивации. На прошлом собрании он приказал мне подружиться с кем-нибудь. О, это мило. В первые дни на работе очень важно открыться коллегам. Точно. И в чем проблема? Ты еще не нашел себе друга? Я... Я хотел спросить, а может быть ты захочешь? Что? Стать твоей подругой? Да, да. Ну, это тебя ни к чему не обязывает. Ой, ну не глупи. Конечно, я твоя подруга. У-у-у. Ха-ха. Ха-ха. Скример такой. Насмотрелись? Митингомтика, она тебя сожрет. А, вот сейчас она меня и высосет, да? Прям через щеку, судя по всему. Ха-ха-ха. Смотри, красный стал. Как будто, блин, показал перед... Перед зеркалом ведьмину бумагу. С-с-с-с-спасибо. Я-я-я-я выпью еще немного этого пунша. А, свяжусь. Ха-ха. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Давай. Пфф, хашбат вышел. Ха-ха. Только не бей все разом. Тебе плохие тот большого количества алкоголя. Что ты имеешь в виду? С каких пор в пуншу есть алкоголь? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Брайан, если ты не против, то я пойду глотну свежего воздуха и проветрюсь. Я пойду с тобой. Я видел крышу на карте здания, и я уверен, что там есть свежий воздух. Отлично. Я слышала, что оттуда открывается великолепный вид. Эй, Пастернак, мне надо с тобой поговорить. А-а-а. Подожди, Кейт, я мигом вернусь? Ммм, хорошо. Что-то у меня это уже плывет перед глазами все. А я еще в холодильнике. Да как так-то? Блин, пожарь так вот. Ничего нет у меня. Что-то все плывет. Кто-то фильтр блюрный наложил. А где он меня звал-то, я чуть не понял. А, вот он. Эй, Кьюго, извини, но мне надо идти. Я вижу, что тебе понравился пунш, Пастернак. Итак. Эй, я хотел поговорить с тобой. Я хотел извиниться, аж я был кретином. Я имею в виду ведьму. Я пытался спрятать все от тебя, чтобы ты не попал в эту заварушку. Первый день работы. Ну, я думаю, что ошибка была то, что я не предупредил тебя раньше. Не только из-за этого. Не понял, что он про ведьму-то не понял. Я так же ха... Я так же хотел извиниться за то, как повел себя тогда в офисе. Я был очень рассержен, когда увидел, что ты стал сотрудником месяца. Иногда я слишком увлечен духом соревнования. Но я правда хочу, чтобы у тебя было все отлично. Ээээ... Зачем ты желаешь мне всего наилучшего? Просто так, все-таки мы коллеги. Хватит заливать. Хьюго, я знаю, чем ты занимался. Что ты имеешь в виду? Ква-ква. Я не понимаю тебя, Пастернак. Ой, да ладно, хватит притворяться. С тех пор, как я сюда пришел, ты только и пытаешься убить меня в дурацком костюме. Кстати, о нем тот звук, который ты издаешь, звучит скорее как утка, а не лягушка. Ну-ка. Не, как лягушка. Все знают, что это ты, и не только это. Люди тебя ненавидят. О-о-о. Ну, Пастернак, ну кто такое говорит-то людям на дне рождения? Пьянь ты, а? Нельзя было этим на деревенщине выпивать. Они все здесь, потому что они тебя боятся, ничего больше. Может, было бы лучше, чтобы ты перестал пить? Ты так не считаешь? Не говори мне, что делать. У тебя даже понятия нет о том, кто я, ты понимаешь. Он сейчас скажет, что он в охотник, да, и придет ведьма. Время подарков. Давайте сдвинем столы. Время подарков, беги в лифт. Галстук. Ну, как его использовать? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Они... Они отвлечены. Кейт? Пошли? Конечно, пошли. Парни, спасибо вам за все. Правда? Вы организовали экстраординарную вечеринку, и я вам за это благодарен. Но в глубине души я чувствую, что не я звезда этой вечеринки. Он ничего нам не сказал, потому что он очень застенчив и замкнут. Но здесь есть кое-кто, кому поручено особенное задание. И это не что иное, как убийство ведьмы. У-у-у, понеслась. И этот человек, этот коллега, этот друг. Брайан Пастернак. У-у-у, сейчас что-то будет. Не стесняйся, чувак, подойди поближе. Нет, и я не... Ты все отлично держал в секрете, не так ли? Почему бы тебе не устроить нам демонстрацию? Что скажете, парни? Демонстрацию чего? Ну, как ты убиваешь ведьму? Давайте, кто хочет стать волонтером? Я. Че, она ведьма? Не ты, Милон. Оу. Кейт. Че, все-таки она? Не хочешь сыграть роль ведьмы? Я? Я не знаю, смогу ли я? Тебе ничего не надо делать, просто сядь здесь. Да, но... Мы никого не заставляем. И если ты не хочешь участвовать в мероприятиях со своими коллегами для создания здоровой атмосферы на работе, то ничего страшного, нифига себе здоровая атмосфера. Ха-ха-ха-ха, она сам... Самая нездоровая атмосфера сейчас будет. Я чувствую. Отлично, теперь остался ты, Пастернак. Я не хочу этого делать. Ты стыдишься себя? Давай, дружище, это мой день рождения, я жду с нетерпением. Или вы, иноземцы, настолько стеснительные? Ха-ха-ха. Как ты убьешь ведьму, Пастернак? Колом или серебряными пулями? Нет? Нет. Мне нужен особый нож. А, давайте возьмем нож, чтобы сделать все более реалистичным. Пластиковый, конечно. Не настоящий кинжал. О, спасибо. У меня плохое чувство. Успокойся, это просто шутка. Ну, Пастернак, как это ты сделаешь? Воткнешь нож в сердце? Нет, надо отрезать ее голову. Че такое? Я нашла тебя, охотник. Свиста, пляска начинается. И че? Надо кнопку нажать. У меня такое же лицо. Она. Парни, что происходит? У-у-у! Че это с чуваком? Чепман, ты в порядке? Мой костюм, посмотри на мой костюм. Отец, это я, Тони. Мать моя, женщина. О, нормально, сэндвич с сыром. Подарки, жри, жри, подарки пока дают. О, Соса. Че это с ней? Соса. Не бойся, Марта, не бойся. Он охотник. Мы сейчас в безопасности. Нет, Соса, я не могу убить эту штуку. Мы должны бежать отсюда. Соса, ты слышишь меня? Он убьет ее, он убьет ее, он убьет ее. А здесь еще происходит. Можно в холодильник залезть, нет? Соса мешает. Что это с ней? Я появилась перед тобой, я, Дженна, люби меня. О, один Доша нормальный, по-моему, только. О, что с Ростовой? Пирог очень хорош. Ты так не считаешь, Ирина? А здесь что такое происходит? Так, это она. Это ей все поклоняются. Что-то дичь какая-то. Может, что-то в мусорку кто-то выкинул? Мне кажется, надо с Доши поговорить, он самый вменяемый. Доши, все в порядке? Иней? Что, Иней? Иней? Меня зовут Иней Доши, ну-ка записываем. Иней Доши. О, ухо, у него ухо. Мои ушные перепонки готовы разорваться, бро. Что происходит? Я думаю, что ведьма здесь. Мы должны найти выход отсюда. Ты не пробовал лифт? Легко попробуем. Что это? Что это такое? Это ведьма? Ну что это за фигня? Глист какой-то. Господи, что это было? Что не так с этим лифтом? Открывайся, живее, открывайся. Не работает, не работает. Она контролирует все. Что это за глиста? Мне надо пожрать. Блин, по-моему, пора валить. Походи, дело, это глиста меня жрет, да? Лифт сломан. Ты можешь его починить? Мои руки трясутся, дружище. Не знаю, смогу ли я. Но наш единственный выход. Хорошо, но тебе придется помочь мне. Конечно, чем угодно. Встретимся у лифта. Так, а может быть... Что делать-то, блин? Видно, глиста идет на меня. Так, на ведьму. Чувак, я попробую взломать лифт, но мне понадобится твоя помощь. Здесь почти нет света, а у меня будут заняты руки. Мне надо, чтобы ты посветил фонариком. И я мог увидеть, что делаю. А не будет ли лучше использовать светящуюся палочку? Нет. Все провода разного цвета. Мне нужен обычный свет. Черт, поверь. А вот такой фонарь подойдет? Возьми батарейки. Посмотри на индикаторы лифта. Когда они все включатся, то он заработает. Понял. А что этот глист-то идет? Как мне от него спастись-то? От него просто уворачиваться надо, видимо, да? Что это было? Да, господи, как это пройти-то? Ведьма движется, я понял. Да что меня бьет-то постоянно? Ведьма за мной, блин. Я не понимаю, что происходит. Я просто не понимаю, что происходит. Да, ведьма движется за мной. Но медленно, видимо, да? Так, щубрики тоже за мной движутся. Так, если я сюда заманил. Пробегу сейчас туда, быстренько. Буду светить. И долго светить еще надо. Так, что-то уже рядом. Твою мать. Вот она уже здесь. Я понял, еще нужно отводить туда? Сюда бегать. Вот эти глисты вообще нужно игнорировать. Ну, в смысле, бегать мимо них. Ждать, пока она идет сюда. А ведьма, ты где? Давай, дуй сюда. Где ведьма-то? Ей... Так, все, где-то она рядом. Вон она. Хорош. Басратушки мне устроила. Ну, наверное, придется. Блин, а что-то, получается, перепроходить надо будет? Ё-моё. Давай сожрем сэндвич. Давай, давай, быстрее, быстрее. Она уже здесь? Ну, как ты быстро так сюда переместилась-то, а? Витя, не смотри на ведьму, кричат. Я на нее и не смотрю. Да нет, там про стояние. Надо просто далеко от нее быть и все. Если водичку пить. Чуть-чуть восстанавливается все. Витя говорит, посмотри в чат. А может быть, надо на нее, наоборот, смотреть? Так, там где-то ведьма. Давай, крути. Ведьма, это большой кокон, маленьких не боись. Это я понял уже. Давай, давай, давай. Ну уже. Ну о чем я не могу ничего делать-то? Я не могу открыть дверь шире, чувак. Я думаю, что мы сможем протиснуться. Давай, вперед. Иди ты, дружище. Я отпущу панель. А, если я отпущу панель, то двери снова закроются. Но, как же все остальные? Мы все должны уйти. Возьми это. Ключи доши. Если я не выберусь отсюда, сожги все. Уничтожь это. Уничтожить я что? Нет времени. Моя, моя голова. Что у меня осталось? Вообще ничего не осталось. Просто нет хавчика. Так, третий этаж, да? Э-э-э-э! Что? Где третий, пожалуйста? Не поймешь. Э-э-э-э! Что это? Меня хотят сожрать. А куда мы едем? Погоди, я же третий вызвал. Куда мы едем? А? Куда они не тут? Космос? Что с лифтом? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Падаем! Кто это? Хватай мою руку! Мистер Баршал? Что происходит? Держи эту веревку и закрой глаза! Что это был за звук? Ни хрена сикшен! Эй! Могу я открыть глаза? У меня кончаются силы! Спокойнее, Брайан. Ты можешь это сделать. Все, что тебе надо, это... Что за существо карабкается сюда? Ёкарный Папай! Я должен убираться отсюда как можно быстрее! Ну, наверх! Ага, надо раскачаться. И на лестницу давай. Хоп-хоп-хоп! И вот сюда вот вентиляцию. О, господи! Испугал меня! За мной, мистер Пастернак! Твоя оценка вот-вот начнется! Что? Побыстрее, пожалуйста! Она гонится за нами! Стой! Ты идешь слишком быстро! Да не гонится она? Кто это такой вообще? Так, здесь какие-то кишки. Надо зайти сюда. Во! Прикольно! Тупик. Что это? А, личинка. Так, ну там портфель какой-то вкусный. Мне надо за тем портфелем сходить. Личинка будет меня есть. Если я за портфелем пробегу. Сколько у меня здоровья? Не хотелось бы облажаться в самый момент, блин. О! Спасибо за кофе. О, личинка безобидная оказалась. Фух. О, нет. Она за мной идет. Давай, 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 быстрее! Великолепно просто выпал. Т-т-т-т-т-там ведьма, т-т-т-т. Спокойней, мистер Пастернак. Здесь вы в безопасности. Этот офис не принадлежит компании. Мы находимся в другом здании. Извините за мои манеры. Я не представился. Меня зовут Маршал. Приятно лично с вами встретиться. А меня зовут Пас-Пас-Пас-Пас. Мы знаем ваше имя, мистер Пастернак. Мы следили за вами с тех пор, как вы появились здесь. Утром. Возможно, вы не вспомните, но я дал вам первую ведьмину бумагу в лифте после того, как вы подписали контракт. Да? Но кто вы такие? Что это за место? Позвольте мне представить своих сотрудников. О, спутников. Мы все часть СССР. СССР! Соединенный Синтракорповский Синдикат Революционеров. Вы прав Союз? Верно. Мы Совет Рабочих. И мы здесь для того, чтобы защищать наши права от угнетения олигархов в этой бесчувственной мегакорпорации. Спасибо. Мы отлично знаем, через какой ад вам пришлось пройти, а многие подобные вам люди сталкиваются с этим на ежедневной основе, мистер Пастернак. Поэтому мы хотим, чтобы вы разделили нашу свою тяжелую ношу с нами, и с помощью таких встреч мы можем собрать нужную силу для текущей задачи. Наконец-то кто-то хочет мне помочь. Если вы захотите, то после этой презентации мы перейдем к оценке эффективности вашего первого дня в компании. Ладно. А если вы не против, я останусь здесь, у меня небольшое расстройство желудка. Назовите цифру, мистер Пастернак, от 1 до 5. Как бы вы оценили допустимость мер по охране труда и техники безопасности в компании? Да 5 баллов, потому что даже умереть невозможно, тебя возрождает принтер. Ага. От 1 до 5. Что вы думаете о состоянии бытовых приборов в столовой компании? Работают. Интересно. Следующий вопрос важен. Как бы вы оценили уровень чистоты и гигиены в туалетах или в ваннах? Комнатах вашего офисного здания. Вот тут, конечно, все хреново. Что все это значит? Как вы собираетесь мне помогать? Черт подери! Примите мои искренние извинения, мистер Пастернак. Нам известно, что в этом опросе срочно требуются изменения. Но кого волнует этот опрос? Компании бардак, а люди, работающие там, умирают. Неужели вы ничего не можете сделать, чтобы покончить с ведьмой? Мы надеемся стать более полезными завтра, после назначения нового генерального менеджера. Генерального менеджера? Вы имеете в виду начальника? Верно. Без начальников мы не можем никому противостоять и не с кем вести переговоры. Но если все пойдет по плану, то у Синтракорп сегодня ночью вновь появится и исполнительный директор. Но кто им станет? Ваш коллега, мистер Хьюго. А че это? Может быть я? Как это возможно? Это же чье это решение? Решение принимает автоматизированная система описания, описанная в уставах компании. В соответствии с этими уставами исполнительный директор будет заменен в случае необоснованного отсутствия в течение 12 месяцев. Его преемником станет следующий по старшинству работник. Система перемещалась от отсутствующих рабочников к отсутствующим работникам свыше 10 лет, но сегодня она достигла следующего по списку, которым является никто иной, как мистер Хьюго. О боже, милостивый. Этого надо избежать любой ценой, неужели вы ничего не можете сделать? Я извиняюсь. И вы говорите мне, что нет никого важнее Хьюго? А что насчет того блондина с 9 этажа? Разве у него не должен быть более высокий ранг? Немногие выжившие были на вечеринку в честь дня рождения Хьюго. И мистер Спейдер не сотрудник, он наемный рабочий. Пожалуйста, должен быть кто-то другой. Ой, сказать по правде, есть исключение из правил, но сегодня оно неосуществимо. Эти уставы были созданы в крайние годы работы компании, и в тексте указано особое правило расследования семьи Синтра. То есть, если вы появился член вышеупомянутой семьи, то они могли незамедлительно потребовать должность. Но это невозможно, потому что они все мертвы. Рэй Синтра. Кто? Я должен... Я должен уйти отсюда. Мне надо вернуться в свой офис. Но мистер Пастернак, рабочая смена окончена. О, я зеленею. Мне надо идти... Мне надо вернуться... Моя голова раскалывается. Я... Я в своем офисе. Я полагаю, что все это было кошмаром. Я поработаю немного и... Пастернак? Это еще одна из шуток Хьюга? Он даже оставил мне пластиковый нож. Брайан... Нет, 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 нет! В чем дело, Брайан? Синтра, помоги мне, пожалуйста. О, как мило. Почему ты не использовал? Что ты не использовал? Моя голова. Я снова в офисе. Так, я снова в офисе. В офисе бардак полный. Ммм, кофемашину разбили. Ну как так? Как мне кофе-то сварить теперь? Команда СССР благодарит вас за оценку. Добро пожаловать в Синтра Корп. О, лист бумаги. Что-то новенького завезли. Можно сходить и что-то кассету посмотреть, кстати. Перед тем, как уйти, надо поговорить с Синтрой. Понял тебя. Надеюсь, что-то где-то кряхтит. Сосы нету. Ну понятно, но нужно сначала с Синтрой поговорить. Как ни крути. Да, понятно, что сохраниться надо. Хорошо. Сохраняемся. Нихрена себе фотокопия души. Ты посмотри. Я наполовину уже забинтованный. Вот это хорошая сохраночка получилась. Глаза по пять копеек. Спасибо за внимание. Не забывайте тыкать пальцы вверх. В описании ссылочка на полис на группу ВКонтакте. Всем до встречи в следующей серии. Пока. Пока. Пока.